Сегодня профсоюзные комитеты Беларуси задействованы в социальной поддержке молодых специалистов и закреплении их на первом рабочем месте. Поэтому в организациях, где есть профсоюзное движение, предусмотрены материальные и моральные бонусы для стимулирования труда. В коллективных договорах, безусловно, предусмотрены бонусы для молодых специалистов. В каждой области это варьируется по-разному, но по контракту предусмотрены выплаты от 10 до 30 процентов и поощрительные дни отпуску от 2 до 5. Раз в год молодые специалисты получают матпомощь на оздоровление и единовременную выплату до 5 базовых величин. А некоторые учреждения поддерживают и тех работников, которые остались трудиться по окончании срока распределения. Екатерина преподает музыку в Минской школе, она уже отработала срок распределения и не собирается уходить. Учитывая то, что я осталась в сфере образования от работок, на протяжении года я буду получать также надбавку ежемесячно, как молодой специалист, который остался в сфере образования. Екатерина уверена, активность помогает ей реализовать себя, поэтому она ведет насыщенную профсоюзную жизнь. На что направлена работа Молодежного совета? На то, чтобы сплотить молодых педагогов, способствовать тому, чтобы они оставались в профессии. Для нас проводится огромное количество мероприятий. То есть это начиная от молодежных форумов, из-за фестивалей, обучений. Вячеслав второй год работает инженером-таксатором на предприятии Белгослес. Он снимает квартиру, и профсоюз оказывает ему поддержку, как молодому специалисту. Как только я сюда пришел, я снимал квартиру. И у профсоюза есть такая вещь, как возмещение трехбазовых на съем квартиры. Поэтому, когда я снимал квартиру, я платил за нее меньше. Коллективные договоры разных предприятий предусматривают надбавки за высокие творческие производственные достижения, а также сложность и напряженность в труде. Профсоюзные комитеты Беларуси защищают интересы молодых работников и всегда рады новым членам ячейки.